приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и вместе с вами сегодня мы вспоминаем преподобного димитрия прилуцкого преподобный димитрий это современник сподвижник в каком-то смысле ну они вместе редко бывали преподобного сергия радонежского но преподобность дмитрий был собеседником сергия радонежского и единого духа с ним и вообще они представители северной фиваида вот такое родилось поэтическое название по образу фиваида египетской пустыни такой вот египетской где процвело очень много древних монахов а русский север вот начинают обе ну как условно север смотря что можно назвать севером но сравнительно вот с южными местами того времени до той руси которая была начиная с обители преподобного сергия это был уже север и дали действительно к северу к вологде белозерска где впоследствии преподобный кирилл белозерский все эти места были покрыты монашескими обителями скитами пустынями монашескими и там процвело очень много святых и вот преподобный дмитрий прилуцкий один из них и вообще конечно вот вспомним что христос наш есть царь славы и церковь это царская риза христа и драгоценные украшения на этой царской ризе драгоценные камушки этот как раз вот святые с которыми мы знакомимся когда мы познаем их жизнь когда мы так сказать вот в свою личную жизнь принимаем святых вот даже просто вот изучая их житие и сердцем располагаясь к ним то мы сами обогащаемся мы воспринимаем эти удивительные сокровища и тогда вот царская риза христа она покрывает всех нас и вот один из таких драгоценных камней на царской ризе христа это преподобные дмитрий прилуцкий он родился в начале 14 века к сожалению точный год нам неизвестен а ну он современник преподобного сергия преподобный сергий в 1314 году по посчитану примерно в то же время вот рождается преподобный дмитрий прилуцкий и рождается он в городе переславля а переславль это был достаточно значительный город того времени переславль залезки причем он превосходил вот по периметру своих крепостных стен вот валов он превосходил другие города и больше его были только киев ну это когда в 12 веке был основан переслав залезки то превосходил его только киев и смоленск и город это княжеский там же рожден был святой александр невский там он крестился то есть это достаточно значительный был такой город и вот отец дмитрий прилуцкого был купцом он торговал и он весьма преуспел в этой торговле но есть вот разные такие сведения где-то они обрывочные что на самом деле ну и такое предание что рядом с переславлем он родился с деревня веслива и это купеческая семья покропаевых вот так вот по преданию сохраняется даже фамилия и мы знаем что с детских лет дмитрий был обучен чтению вот он очень любил читать книги а обучали по каким книгам по церковным книге это значит часослов да этот книга апостол это псалтырь и соответственно вот у него рождается желание такого духовного служения всецело посвятить себя господу а поскольку вот семья была купеческая да то конечно отец он хотел каким-то вот ну земным простым таким вот обучить его вещам торговли предпринимательству но дмитрий к этому душу не лежал и сохранилась такая черта что он не любил от прислуги принимать какие-то вот знаки почеты то есть дмитрий уже с детства с юности всего этого сторонился и вот это глубокое такое смирение желание послужить христу она уже его вот потихоньку начинала из мира сего вот из греховного мира вырывать если его родной брат пошел по стопам отца стал купцом предпринимателем вот это известно из исторических сведений от того времени то дмитрий он достаточно рано вот в юности в ранней молодости уходит монастырь и прежде всего это горецкий успенский монастырь в самом переславле залезском и вот там он предается первым своим иноческим труда вот к сожалению они не описаны но известно что то что через какое-то время преподобный дмитрий был сподоблен сана священство то есть и ну и романахом становится да он принимает священный сан а так просто во священники тогда не рукополагали то есть это нужно чтобы и просвещенный такой образованный был ставленник и в то же время чтобы он был примером благочестия тем более если это монастырь и значит он как духовник для других то есть он преподобный дмитрий уже выделялся своим духовным уровнем и вот проходит какое-то время и святой дмитрий возжелал уже основать свой монастырь и он уходит из горецкой обители и основывает в одной версте от плещей его озеро причем место это называлось болото поэтому монастырь этот буквально называли монастырь на болоте такое действительно а низменное такое заболоченное со множеством кустарников место которое ну вроде бы непригодна для жизни но благодаря вот молитве прежде всего и трудам преподобного дмитрия это место она буквально преобразилась он приходит туда причем без каких-то вот снаряжений без имущества он берет с собой только вот ну свои вот монашеские одежды которые на нем были вот так вот поселяется и потихоньку его трудами там устраивается монастырь и храм в честь святителя николая чудотворца и вот как понимаете люди все равно вот не обманешь и люди чувствуют когда есть вот искренность когда есть такое сердечное благочестие подлинное такое стремление к богу это кажется что мы скрываем свои мысли от других да что наш внутренний мир как бы закрыт нет на самом деле все равно рано или поздно это проявится наружу и когда появляется вот такой светоч и то он начинает притягивать к себе других и к преподобному дмитрию начинают собираться монахи из других обителей и кто тут приходит из мир и принимает постриг и вот здесь уже в этом монастыре честь святителя николая на на болоте при преподобный дмитрий он действительно становится таким вот уже известным духовным наставником и вот у него уже ученики и он наставляет многих а была еще такая особенность это нам известно из древних повествований что преподобный дмитрий прилуцкий отличался с детства удивительно телесной красотой ну вот был дан такой ему дар да и он этот тщательно старался скрывать причем он налагал на себя достаточно строгий такой пост он измождал свое тело но при этом тех телесный его вид становился все краше и краше а почему так потому что и душу и тело человека украшает божья благодать вот грехи и пороки они уродуют телесный вид человека и бывает допустим ну какой-нибудь миловидный человек да и тот кому ну дана какая-то обаятельность внешняя привлекательность а он ведет себя настолько скверно греховно и нечисто что со временем печать вот этой порочности ложится на телесное его естество и уже ничего привлекательного там нет потому что нет чистоты красота только там где чистота грязь не может принести чистоту то есть наш внешний вид он во многом выражает и внутреннее содержание и преподобный дмитрий он как стяжавший вот эту божью благодать установился все краше краше и он старался скрывать это и он поэтому всегда когда общался с другими он надевал на себя монашеский куколь но сейчас как сейчас монахи на голове носят клобок то есть такой немножко цилиндрический головной убор до сзади материя спускается а в то древнее время монахи носили куколи как бы такой капюшон и капюшон нужно было достаточно низко так вот опустить чтобы не видно было твоего лица и вот даже когда преподобный дмитрий общался с мужчинами тонн опускал этот куколь а тем более женщины он старался с женщинами вообще не общаться только в крайних таких вот исключительных случаях если это было нужно ну по какой-то очень такой вот особой нужде духовной нужде для вот той или иной женщины и рассказывается такой случай как однажды некая знатная женщина которая слышала про телесную красоту преподобного дмитрия прилуцкого она очень хотела взглянуть на него но никак не могла да ну и кто-то дал ей совет а ты мол пойди к келье его и того ты сможешь его увидеть и она тогда действительно перед литургией а люди уже приходили действительно в этот монастырь и до из переславли приходили потому что знали что здесь такой вот духоносный наставник и уже миряне посещали эту обитель да то есть монастырь он открывал врата для мирских людей и вот она решила посмотреть по любопытству своему на лицо преподобного дмитрия прилуцкого и вот она подходит келье подкрадывается к окошку и действительно удалось все взглянуть и самый святой дмитрий увидел и с укоризны как бы попрекая его своим лицом он ну посмотрел на нее и тут же она падает вот в полном расслаблении парализованной некой невидимый страшно для нее силы и потом насчет что ученики уже преподобного дмитрия они ее взяли вот принесли крыльцу келья преподобного дмитрия и когда он вышел то он укорил ее говорит зачем же ты неразумная пожелала видеть меня который умер уже для этого грешного мира и конечно он после этого помолился да и в его молитвы исцелилась эта женщина она к ней вернулись силы она смогла подняться а он ее вразумил и сказал что вот в храм и приходим не для того чтобы себя показать да какие-то свои тленные украшения или на других посмотреть а ради духовного просвещения ради просвещения благодатью святого духа ради молитвы и милостыни и это огромный урок нам почему потому что мы все по большому счету вот потребители да но потребляем мы не обязательно что-то покупая приобретая или вот вкушая но мы и глазами очень много потребляем да и нам хочется вот увидеть то это что-то привлекло или любопытстве мы тут же хотим тоже своими глазами все это поедать поедать и через это очень многие люди ввергаются в соблазн особенно когда пускаются вот в такие путешествия по интернету который очень наполнен соблазнительными картинами и уловляет вот как некий такой дракон своей зубастой пастью уловляет зевак который смотрит на него с любопытством вот так действует грех и поэтому очень важно иметь воздержание глаз и внимательность сердечную и понимать что является главным что второстепенным а к чему вообще нельзя обращать свой взор и вот именно в тот период жизни когда преподобный дмитрий пребывал в этом устроенным им монастыре в честь святителя николая устроенном на болоте он близко знакомится с преподобным сергием радонежским скорее всего это произошло в 1354 году когда преподобный серги как раз пришел к епископу афанасию а он пребывал именно в переславле чтобы попросить поставить игумена к себе в обитель да ну почему к именно к епископу афанасию потому что святитель алексей митрополит московский в это время как раз находился в константинополе и вот некоторые дела решал епископ афанасий и преподобный сергий радонежский просил кого-то хотя бы вот поставить игуменом к нему в обитель но естественно епископ афанасий самого преподобного сергии поставил игуменом его вот троицкой обители да и видимо именно в это время как раз и завязалась вот такая тесная дружба духовная дружба такие духовные отношения между святым дмитрием прилуцким святым сергием радонежским и впоследствии святой дмитрий неоднократно приходил в троицкую обитель беседуя с преподобным сергием радонежским то есть он был собеседником святого сергия вот сергий радонежский он как такой возродитель как некий такой вот духовный очаг от которого дальше пошли вот эти духовные огоньки но были в то же время и такие огонечки которые сами по себе зарождались тоже и преподобный дмитрий прилуцкий он не был непосредственным учеником сергий радонежского то есть он тоже призван самим господом в то время и 14 век это такой век духовного возрождения на руси и соответственно вот эти вот очаги они появляются в разных местах и на святого дмитрия прилуцкого обращает внимание даже вот князь дмитрий донской он кстати тоже святой то есть там значит князя они прислушивались к святым и сами князя тоже были святыми уникальное такое время 14 век хотя очень трудное тяжкое время было но господь вот эти внешние такие социальные экономические трудности он компенсировал таким вот духовным возрастанием за счет вот этих удивительных святых людей и дмитрий донской он будучи наслышан он приглашал к себе в москву святого дмитрия прилуцкого и попросил чтобы он стал восприемником одного из его сыновей а также как вот сергий радонежский тоже одного из его сыновей был восприемником так вот и святой дмитрий прилуцкий то есть о чем это говорит что ведь московский князь он не будет просто так вот ну опираться ну не пойми на кого он опирался действительно на вот подлинных таких духовных наставников старцев в ком видели подлинный духовный авторитет и таковым был преподобный дмитрий прилуцкий и вот князь дмитрий донской очень много стал жертвовать его обители и вот тут то когда пошли эти пожертвования и когда уже получает что и сам князь вот внимание уделяет и соответственно все люди идут и все говорят что вот какой у нас благочестивый свистой руководитель да что он так сказать вот нам такой великий наставник то преподобный дмитрий тут понимает что это все таит некие угрозы для его души внутренние такие незаметные угрозы и поэтому он решает покинуть этот монастырь уйти туда где его никто не знает чтобы ну сохранить свое сердечное служение бога потому что одно дело когда вот ты так сказать ну просто служишь господь другое дело когда вот действительно появляется вот этот авторитет он возрастает и начинает внешне выражаться и тут может возникнуть определенный соблазн для монаха и не только для монаха и разумный человек от этого уходит и преподобный дмитрий поэтому покидает свой монастырь но берет вместе с самой своего близкого ученика пахомия кстати вот этот пахомий он впоследствии стал преемником святого дмитрия прилуцкого благодаря именно пахомию сохранилось житие преподобного дмитрия пахомий потом рассказал игумену макарию а тот записал житие святого дмитрия прилуцкого они пошли через непроходные леса и вот приходят они вологодские края и примерно где-то вот в 20 верстах от вологды это было такое местечко при слиянии рек великой и лежи и вот они там поселяются и даже построили там церковь в честь воскресения христова представляете какое удивительное до наименование в честь воскресения христова как бы суть в том что и наша духовная жизнь воскресает возрождается благодаря воскресению господа пребывает там в подвигах и тут вдруг оказывается что крестьяне недалеко было село и вот и там значит что жители этого села оказались недовольны и они испугались что они там так говорили такие слова значит запечатлели что вот у нас поселился здесь великий старец и как бы нам в скором времени вот не ну не подпасть под зависимость от него а дело в чем дело в том что действительно вот когда в 14 веке вот особенно во второй половине появлялось очень много подвижников таких действительно преуспевших монахов и обители начинали процветать то затем князья отдавали им некоторые угодья но получалось так что конечно полностью независимых крестьян они было но там были разные устроения этих вот крестьянских общин да но все равно кто-то кому-то платил какие-то налоги да и вот получалось так что какие-то деревни они могли стать монастырскими деревнями и видимо боясь вот потревожить свой уже налаженный быт якобы от преподобного димитрия прилуцкого и может быть какой-то убыток вот но по большому счету это просто вот страх страх который их изнутри уничтожал и вот они из-за этого страха пришли к святому и говорят что нам не угодно твое пребывание здесь может быть ты уйдешь куда-то в другое место а святой димитрий он совершенно спокойно принял это как промысл божий хотя здесь вот уже фактически вот и церковь да и монастырь обустраивает однако он оставляет это место и идет дальше кстати то село от которого они ушли оно называлось село овнега а потом она получила наименование село воскресенское как раз в честь храма воскресенье которые построил преподобный димитрий прилуцкий своим со своим учеником пахомием то есть все таки вот имя вот это наименование храма воскресенье сохранилась да хотя вот ну жители вот так отнеслись а теперь они пришли уже ближе к вологде и всего лишь около 3 3 версты примерно от города и там они поселяются в месте которая называлась при луке то есть при излучине реки вологды вот почему пошло наименование дмитрий прилуцкий до от излучины реки вологды и там ну получается так что вот господь он действительно поближе вот городу привел преподобного димитрий может быть чтобы он действительно как можно большим людям помогал и вот что удивительно что здесь местные крестьяне отнеслись уже совершенно по-другому то есть все зависит от людей как вот люди да так вот и то и такое будет у вас положение да если вы сами не хотите чтобы здесь процветала вера в бога до чтобы здесь что-то вот божье сияло то вот соответственно вы изгоняете святых людей и потом какое вам будет благословение а здесь вот местные жители они с огромной любовью приняли и в начале там было два таких вот преуспевших крестьяне на которых звали илья и сидор и они сами свой участок земли жертвуют приносят в дар святому дмитрию прилуцкому ученику его пахомию и что интересно это были не вы которые предназначались для вот посева и там уже были посеяны азимы и вот эти крестьяне не желая чтобы как-то вот смутить святого дмитрия а а почему так потому что ведь хлеб это все очень дорого стоило в то время и вот чтобы как-то не смутить святого они сами затоптали уже взошедшие азимы чтобы на этом месте ну святой дмитрий мог спокойно уже начинать строить храм чтобы не откладывали строительство не ждали до рожая чтобы там по каким-то вот таким внешним поводом строительство храма не откладывалось и это показывает что у древнерусских людей вот в основном на первом месте был храм божий стремление господу а когда ты к богу то господь благословит и твои труды и так вот и произошло а что касается местных жителей то удивительным образом они вот настолько вот с любовью встретили святого дмитрия что кто-то нес уже жертвовал деньги на храм кто-то приносил лес для строительства кто-то там еще что-то приносил и вот так вот достаточно дружно и быстро был устроен монастырь а посвятил его святой дмитрий празднику изнесения честных древ креста господня но это праздник который пришел к нам из константинополя когда в самом начале августа на этот 1 августа павильянскому календарю в константинополе выносилось древо честное древо креста господня носили по улицам молебны служились чтобы как тот господь сохранил город от моровых болезней и вот поскольку волок где не было ни одного храма посвященного празднику происхождение или изнесения честных древ то есть фактически животворящему кресту христово то свято димитрий посвятил как раз храм и свой монастырь вот в честь этого праздника ну а этот праздник он совпадает у нас с праздником спаса всемилостью поэтому монастырь он стал получил наименование спаса прилуцкий монастырь надо сказать братья и сестры что все-таки преподобному димитрию не удалось скрыться от внимания людей как мы видим да и конечно же князь дмитрий донской все-таки узнал куда переселился преподобный димитрий прилуцкий и туда стал жертвовать в эту обитель и туда потекли тоже средства на построение вот монастырских зданий а кроме того стали собираться монахи из тех вот двух обители где до этого жил преподобный димитрий ну это же вот новые люди приходили поэтому монастырь и достаточно быстро устроился и вот что нужно отметить это то что преподобный димитрий сразу же вводит в своем монастыре строгие общежительный устав это был первый общежительный монастырь на территориях волоботской области а он по примеру вот преподобного сергия радонежского потому что сначала там ну такие вот особенно жительные были монастыре это значит что у каждого монаха было свое вот в келье правило и у каждого своя какая-то вот трапеза которую каждый готовил и немножко ну как бы свой такой уклад у каждого а в храм собирались только для общее богослужение и с одной стороны вроде бы это подходило но если возрастает духовно то лучше переходить к общежительному монастырю где ты строго подчиняешься вот общему уставу то есть есть общие молитвенные правила общее послушание ты трудишься не только для себя а для всей братья отсекаешь полностью свою волю грехолюбивую волю трапезы своей в келе не имеешь общая трапеза общее имущество если одежда износилась тебе выделяют тоже из того что имеется в монастыре и вот это вот очень быстро дисциплинировала монахов значит преподобный серьги вот это ввел и преподобный димитрий он тоже это вводит свои обители и кроме того вот поскольку мы знаем что он сторонился таких вот телесных взоров людских да по причине которую мы уже сказали и он попросил чтобы в храме в храме слева вот от клироса было такое вот особое отделение устроено которое ну как бы обито выделено было досками где он мог молиться в полном безмолви и вот это ну как способствовал его духовному такому созерцательному молитвенному восхождению ко господу а собственно его подвиги вот как раз известны из этого периода жизни в частности он мог по многого дней не вкушать вообще пищи и даже по праздникам и воскресным дням он не вкушал вот той трапезы которая позволялась уставам допустим там рыбу или когда полагалось вино разрешалось тоже нет что же он вкушал а вкушал он представьте себе что ему на трапезе приносили просфору и ковш горячей воды просфору и горячую воду вот что он вкушал и понятно что такой подвиг он ну чисто по-человечески очень тяжело его понести мы себе и желудок можем повредить и какие угодно болезни заработать а тут видимо когда вот человек со смирением полностью отказавшись от эгоизма освобождается от телесного покоя всецело посвящая себя богу да и дух устремлен ко господу вот тот когда вот человеческий дух приходит в единение с духом божиим то господь подает некое вот укрепление телесному естеству человека и сила человека обновляются и естество его преображаются потому что и телесный состав человека освещается благодатью божией и вот известно что как раз вот чтобы избегать всецело такого телесного комфорта преподобный димитрий прилуцкий вот это сохранено как раз от того периода его жизни в спас и прилуцком монастыре он представьте круглый год на носил одну и ту же одежду это овчинный заскорузлый тулуп или этого он конечно испытывал жару а зимой он испытывал холод а для чего это было нужно а для того как раз чтобы всецело погасить плотолюбие плоттоугодие вот это вот комфорт любовь комфорту который все мы очень и очень привязаны и еще при этом преподобный дмитрий он очень любил приходивших людей а вот монастырь он расположен был возле главных дорог которые вели а там и на перми куда-то великий устюг и на север в разные места в общем и поэтому очень много странников путников шло по этим путям и преподобный димитрий как же как и сергий радонежки кстати он устраивает своем монастыре странный приемный дом странный приемный то есть каждый странник путешественник мог обрести там приют совершенно бесплатно получить питание ну простое монастырское пропитание и святой димитрий он миловал каждого приходящего он отвечал и по духовным нужным потребностям да и оказывал благотворение и даже там рассказывать что иногда он чтобы новости не соблазнять братья слишком своей щедростью он тайком приходил в монастырские вот эти хранилища оттуда что-то брал для того чтобы принести вот в дар простым мирским людям тем кто в этом нуждался и он скрывал от братья что фон благотворит благотворит людям но при этом еще подчеркивается такая особенность что когда святой димитрий исполнял свое молитвенное правило то он при этом никогда не отвлекался на нужды людей то есть вот если он пребывал в молитве да и приходил какой-то вот человек просящий помощи то человеку нужно было подождать когда выполнит до конца молитвенное правило святой димитрий а почему так а потому что если ты переключишься просто вот на какие-то вещественные вот эти вот раздаяния милостыни и оставишь молитвенное правило то дух твой оскудеет то есть прежде всего обращаться сердцем к богу вот это суть монаха до суть монашества и вообще людей посвященных богу ибо без господа ничего не совершишь но вслед за этим несомненно следует милосердие к ближним ибо люди это образ божий сначала господь бог потом образ господа бога вещественные даже самые полезные заботы они не должны разорять твоей духовной жизни и все-таки преподобный димитрий прилуцкий он на самом деле был настолько отозывчив что вот рассказывается случае когда приходит к нему один богатый жертвователь которые часто вот что-то жертвовал на нужды обители и вот этот человек он на этот раз он привез очень много всяких язв чтобы вот братью монастыря накормить и преподобный димитрий он уже был прозорлив вот конечно же к этому времени и он вдруг говорит что нет ты знаешь ты лучше все-таки вернись домой и накорми твоих вот работников тех кто трудится у тебя дома прислугу чтобы они не были голодны и они не скорбели не страдали а если что то а когда уже что останется вот от этой трапе то тогда ты приноси к нам но видимо преподобный димитрий увидел что тот вот решил как бы в монастырь принести до а непосредственно их вот нуждающих людей он пренебрег тех кто у него трудится и вот он так ему сказал святой димитрий а тот человек понял что вот это изобличение ему и он с очень упрашивал чтобы все таки принял святой димитрий и обещал миловать и кормить тех кто непосредственно у него дома работает и вот когда он дал это обещание только тогда преподобный дмитрий принял пожертвования для монастыря то есть для самого святого димитрия вот эти внешние пожертвования они не были чем-то вот главным существенным но он принимал это как служение людей посвященные богу и монастырь все таки оставался достаточно бедным например известно что не было нужного количества книг и вот братья как-то говорят преподобному дмитрию что вот нам бы для того чтобы мы получше в храме так сказать воспевали бога надо бы новые какие-то книги а книги очень тяжело доставались потому что надо было переписывать или заказывать труд переписчика если все дорого оплачивать а святой димитрий очень просто сказал что нам достаточно и вот этих вот малых утешительных для нас книг если мы от самого сердца будем по этим книгам воспевать господа в храмах наших то есть нужно довольствоваться тем что есть и бы быть благодарными богу и служить господу богу имеет то что вот уже есть и вот так вот он это ну вот эти лишние попечения отсекал у братья своей и действительно господь наделил его многое прозорливостью вот мы упоминали брата его родного брата который пошел по стопам отца и стал предпринимателем купцом но вышло так ведь предпринимательстве это очень тоже неустойчивая вещь и он разорился то есть какие-то сделки оказались провальными он влез в долги и долги тоже оказались неоплатными и что делать и тогда брат приезжает вот разыскивает своего святого брата святого димитрия и просит у него благословения отправиться для торговли в дальний путь куда-то там в печоры какие-то вот рядом места где живут чуть самаять какие-то вот такие племена это были еще языческие племена и значит святой димитрий действительно помолился и благословил его причем родной брат он взял не только свои товары но и чужие товары вот набрал чтобы их продать до соответственно ему какая-то часть от прибыли все это огромная ответственность когда ты чужие товары несешь собой и ну это там так сообщается что он поехал вместе с со сборщиками налога для великого князя потому что со всех мест нужно было платить какие-то налоги соответственно ехали вот эти сборщики и вооруженной охраны и вот брат святого димитрия как торговец он пристал под к этим сборщикам и соответствует под охраны и вот в общем действительно это путешествие но прошло достаточно успешно и настолько было обильно вот это вот торговли его что он смог погасить абсолютно все долги казались они неуплатными долги а теперь он смог погасить и на второй год он опять и спросил благословение преподобный димитрий благословила его и помолился тоже и вновь путешествие подобное путешествие оказалось очень и очень успешным и тогда он уже приезжает не просто ну тогда он в предыдущий год он погасил долги а теперь он уже стал и богатым человеком смог преуспеть в этой торговле тогда он на третий на третий год приходят святому дмитрий опять просит благословения и вот тут святой дмитрий ему говорит что нет брат и уже не предпринимая такого путешествия как бы тебе не погибнуть от зверообразных людей и достаточно тебе того что у тебя уже есть то есть не нужно уже ставить такие вот рискованные планы вот бывает мы тоже просим у бога там или вымаливаем у святых и нам какое-то чудо подается мы думаем что вот каждый раз мы можем это выпрашивать идем на какие-то рискованные дела и к великому сожалению родной брат святого димитрия не прислушался и отправился в это дальнее путешествие и уже не вернулся не с прибылью не без прибыли вообще никак не вернулся и из этого можно было заключить что он действительно погиб от рук этих злых людей там вот еще было много язычников так получилось потому что он пренебрег совет прозорливого своего родного брата святого димитрия прилуцкого однажды святой димитрий вместе с другими монахами трудился на монастырском дворе и вдруг вот с печалью произносят что вот вот братья мы трудимся над тленными вещами а великий князь наш дмитрий иоаннович дмитрий донской уже не трудится и не заботится ни о чем тленным но перешел ко господу и тут же святой дмитрий прилуцкий стал молиться о душе князя как опочившим и монахи удивляются потому что как так ведь святой дмитрий это был 1389 год князю 39 лет он в расцвете сил и почему-то вдруг он должен там умереть может быть они не очень этому поверили но прошло сколько-то дней и действительно приходит известие что князь дмитрий донской отошел ко господу вот так святому угоднику открыто это было и он уже поминал о упокоении душу почившего князя преподобному димитрию стекались люди за духовным советом за наставлением то есть он и вот как старец как старец привлекал людей к себе но сам он этого не искал а воспринимал это просто вот как служению как благословение свыше ну как послушание дали вот тебе и вот ты исполняешь это было послушание от господа бога и уже значит вот приблизились дни его к завершение дней его и он созывает братью и говорит что после меня пусть будет игуменом вам мой ученик и и брат мой пахоми и действительно стал вторым игуменом и потом вот он рассказал то что знал вот это вот житие святого дмитрия затем последующему игумену макарию который уже записал все это и вот значит братья слушает и скорбит конечно о преподобном дмитрий и он спрашивает а как его и где его похоронить а он на это отвечает что тело мое грешное в бросьте в болото и потопчите там ногами вот это удивительно что сам святой дмитрий он действительно никогда не считал себя каким-то вот святым человеком он считал себя грешным и недостойным каких-либо почестей ну видимо почему потому что все равно пока вот мы живем в этом мире нам предстоит все время огромная такая борьба и бесы искушают нас и наша собственного поврежденной природа постоянно возмущается вот она рождает что-то все время грех греховный как земля сорняки какие-то производит и нужно их выпалывать но усердные труженики они выпалывают настолько вот чисто вот эти сорняки что земля сердце уже становится очищены от всего сорного и производит нечто чистое до чистую пшеницу которая приносится в дар господу богу и вот святой дмитрий он умер отошел ко господу в 1392 году и вот так вот считается что как раз в год в тот самый год когда и преподобный сергий радонежский отошел ко господу но немножко пораньше есть правда ученые исследования которые полагают что год был несколько позже для нас это сейчас может быть не так уже существенно важно то что вот святой дмитрий он от земли переходит к небесному да он будучи на земле посвятил себя небу и поэтому он в лике небесных предстоятелей перед господом и конечно же братья монастыря она не могла исполнить вот тот совет который он дал о своем теле ну как так вот куда-то там болото нести нет конечно же братья похоронила как и положено и его погребли прямо в храме построенным самим святым дмитрием и за правом клиросом это было совершено и похоронен он под спудом и вот что интересно что впоследствии вот сколько прошло веков да и ни разу его мощи не обретались и не вскрывались то есть вот как при жизни он хранил свое лицо вот чтобы никому не показывать свой телесный вид так и после смерти он каким-то чудным промыслом божиим до сих пор до сих пор не открыл своего лика до сих пор не показал своего телесного естества ведь мы знаем что есть вот такие даже антропологические исследования когда по останкам восстанавливали внешний облик того или иного исторического деятеля ну лица какого-то исторического и это могли бы совершить увидеть каким было лицо преподобного дмитрия прилуцкого но видимо сам он не хочет этого показывать под поскольку и при жизни он этого избегал да вот мы еще не упомянули что как узнали день его собственно кончину ведь он пребывал в молитве в своей кель и уединенно пребывал и вдруг в обители почувствовали благоухание какое-то неизреченное как от фимиама до или от мира святого такое неизреченное тонкое небесное благоухание и братья пошла рассказать об этом преподобному дмитрию прилуцкому и оказалось что в келье он как раз и придал свою душу господу и келье как раз наполнен вот этим удивительно благуханием то есть это источник вот этого исходившего благоуханию он и находился здесь в келье преподобного дмитрия и собственно от самого тела почившего угодника божия потому что в этом теле не страсти царствовали да а просияла божия благодать и она благоухала добродетелями по образу христа и сам вот лик как говорят свидетели того времени сам лик преподобного дмитрия он был очень чистым таким светлым как будто святой погрузился в какой-то тонкий сон да и при этом в лике черты подобные ангелы в чем вообще особенность уникальность святых людей в чем их отличие от нас а в том что после своей смерти они продолжают действовать и действует даже еще более обширно вот при жизни святой он ограничен конкретным местом до это время вот пространство все это у нас очень и очень так вот ограничено а когда святой вступает в область вечности то проявление восстановится более масштабными и вот чудеса связаны с преподобным дмитрием прилуцким они тоже оказались очень очень многочисленны и уже вот в 1409 году были зафиксированы ряд чудес конечно и и до этого происходили но не все фиксировалась и значит что там вот вологде началась такая вот какая-то страшная болезнь которую называли корчета что это за болезнь писали так что людей корчило буквально они там в судорогах каких-то вот падали и чтобы ногтями они себе не оцарапали ладони им вкладывали даже палки в руки и вот решили вот этих больных ну кого-то из них везти в монастырь родственники видимо повезли сразу скажу что вот когда исследовали уже ученые вот эти все описанные в предуписях признаки болезни то пришли к выводу что в то время видимо рядом с вологды посева зерновых культур были заражены спорыньей и иногда вот этого вот зараженные спорыня она производит такую болезнь которая может сопровождаться судорогами буквально судорогами вот поэтому их вот сводила руки корчила их каким-то образом там да и вот этих несчастных больных привезли и положили прямо в храме у гробницы то есть мощи были под спудом погребены преподобный димитрий но сверху устроена гробница и вот рядом положили этих больных и в руках у них палки и сказано что вот они молились и многие каялись и те которые с особой веры и надежды прикладывались к надгробию те получали исцеление и вот они прямо тут и оставляли свои палки и вот так вот ушли из храма и этих палок набралось более воза а потом через какое-то время жители вятки напали на волокду а как это описывать что вяча не решили отделиться от русского государства и вот пошли войной становление государства на вообще шло очень и очень непросто постоянно вот всякие там столкновения с разными областями жителями которые населяли эти области и вот ветчане завладели спаса прилуцкий монастырем и стали грабить обитель сдирать ризы с икон и один даже подошел гробницы преподобного димитрия прилуцкого и решил сорвать покрывало на гробнице и как только он прикоснулся вдруг какая-то невидимая сила отбросила его он пал на церковный пол и умер и спустил дух тут же и когда это увидели другие вятчане они настолько были поражены что прекратили грабить монастырь все что взяли вернули и тех вот пленников которые хотели собой вести тоже вот монастырь обратно отпустили здесь же в монастыре и впоследствии они ну пораженные этим чудом потом рассказывали другим и когда один из монахов посещал уже ну впоследствии территорию вятки вот из спаса прилуцкого монастыря то они его наделили пожертвованиями и он вернулся в монастырь ну а тот погибший его прямо похоронили внутри спаса прилуцкой обидели как вот знак вот этого наказания божия за попытку святотатства и получается так что преподобный дмитрий прилуцкий он не только помогал в каких-то отдельных случаях но и когда всенародные бедствия да когда вот какие-то полчища или там эпидемии или еще что-то еще и вот допустим дмитрий шемяк осаждал вологду и было неоднократно видение преподобного дмитрия прилуцкого который являлся как светоносный муж обещал помощь городу вологде и действительно не удалось дмитрий шемяк овладеть вологды да а а было много также случаев в такой личной непосредственной помощи ну допустим вот одна бедная вдова антонина она страдала во первых у нее рука не двигалась и что-то с глазом произошло глаз ослеп и кроме того он как будто вот ну выпирал вот из глазницы видимо какая-то там опухоль было тогда особо все это ним не могли диагностировать и она не знала вот как вот молилась просто чтобы господь ей помог и вдруг ей видение является святоносный муж старец такой седовласы который говорит чтобы она на праздник спаса всемилостиво 1 августа по церковному календарю пришла от спаса прилуцкий монастырь и как раз вот помолилась и приложилась к мощам преподобного ног на гробью над покоившимися мощами преподобного димитрия прилуцкого она так наивно говорит что мне ведь нечего пожертвовать я совсем бедная считалось у русских людей что просто так вот эти нельзя хотя бы что-то принести в жертву тоже а он ей отвечает по простому что а ты вот набери ягод и продай за сребреницу ну за одну маленькую серебряную монетку и вот с этим приди то есть в общем то дар пожертвовать что-то это очень очень хорошее желание от сердца человека и получается что святой дмитрий он это одобряет и говорит как поступить она действительно пошла в лес набрала там вот много ягод решила продать и действительно подходит какой-то человек и вот за маленькую серебряную монетку покупают у нее эти ягоды с этой монеткой она приходит и во время вот богослужения она подходит к надгробию кладет вот эту монетку и молится и просит что вот преподобный димитрий исцели меня исцели мне хотя бы глаз у нее же рука еще не двигался надо попросила чтобы он помог исцелиться ей вот этой вот страшной болезни глаза и действительно когда она приложилась то глаз у нее исцелился встал на свое место прозрел а кроме того и рука ее тоже стала двигаться вот как прежняя как здоровая то есть сразу два таких чудо хотя просила она только об одной милости но преподобный димитрий он оказал даже больше были еще весьма разные такие интересные случаи допустим рассказывается про одного князя князь андрей ржевский которые ну как ряд других людей вот он такой немощи уступил пьянство и в этом винопитие дошел уже до полного расслабления уже не мог ничего с собой поделать и в общем принесли его в полном расслаблении в монастырь и вот такого в таком его в общем не очень уже естественно положение поместили рядом с гробницей преподобного димитрий когда он прикоснулся то он получил исцеление и от своего расслабления и от страсти пьянства и в обрел духовные силы чтобы больше не подпадать под действие этой страсти был конечно еще один такой очень экстравагантный случай чудо преподобного димитрия прилуцкого это когда разгорелся спор между архиепископом вологодским варламом и игуменом спаса прилуцкого монастыря петеримом а из-за чего из-за того что были спорные земли и непонятно где межа проходит то ли вот монастырские это земли то ли это архиерейские земли ну вот к сожалению такое тоже бывало и для того чтобы как-то разрешить этот спорт обратились к одному престарелую монаху но из из другой обители старец месаил некий и значит вот чтобы он как вроде как знающий человек чтобы он вспомнил и провел вот эту межу и месаил решил в угоду архиерею провести вот этот межу как бы побольше ему так сказать вот отхватить их когда он пошел пошел он зашел значит в лес и к куда-то ушел их в общем исчез не мы не возвращается не приходит да значит уже стали беспокоиться там и архиепископ беспокоиться и игумен они вроде спорили а тут уже вместе беспокоиться за того кто эту межу проводит и в общем послали искать и нашли его под какой-то там колоды то есть обрубок упавшего там дерева и значит он как будто ничего не видит но пришел в себя приводит его тогда он уже покаянно говорит что вот владыка я хотел в угоду тебе от монастыря забрать вот части земли и когда вот шел вдруг напал на меня как будто какой-то мрак и явился мне светолепный старец с седой такой бородой и он стал меня грозно попрекать и даже вот жезлом бить под колоды этой и сказал что вот что же ты монах неправо межуешь и вот так вот значит старец вот этот был конечно преподобный димитрий прилуцкий он вразумил вот этого монаха месаила чтобы тот все-таки точно проводил межу и под когда услышал про это архиерея он уже даже не стал дальше вот межевать все как было оставил а вот этого монаха месаил отправил спас и прилуцкий монастырь на покаяние вот так вот благополучно разрешился тот спор и последнее наверное что надо сказать это то что связано уже с рождением святителя игнатия бренчанинова поскольку он как раз из вологодских краев да это грязовецкий уезд как раз вот тот самый уезд где село было воскресенское ну где в общем крестьяне не приняли преподобного димитрия прилуцкого а там было еще другое село покровское его там жили родители ну уже в девятнадцатом веке в начале девятнадцатого века родители святителя игнатия бренчанинова они недавно ступили в брак и никак у них не получалось они рождались дети и умирали рождались умирали то есть живут получается без чад как будто вот лишены благословения божия и они стали ездить по святым местам монастырям особенно молились преподобного дмитрию прилуцкому как вот ну непосредственному духовному покровителю вологодских земель и после вот этих молитв рождается у них как раз вот сын который стал старшим и затем рождались еще дети они вырастали да а вот старшим как раз родился в будущий святитель игнатий которого назвали дмитрием в честь святого дмитрия прилуцкого и вот так вот в этом рождении сказалось конечно и промысел божий да и благоволение преподобного дмитрия прилуцкого и сам святитель игнатий который с детства с юношеских лет воодушевлен был аскетическими идеалами он тоже в каком-то смысле вот восприемник духа преподобного дмитрия прилуцкого вот так вот святые они связаны друг с другом да как святой дмитрий прилуцкий был связан с сергием радонежским потом и другие много там было святых вологодских вот святитель игнатий бренчанинов и все остальные это вот как с таким стежки не так золотых на царской рези если нитки будут друг от друга да то ткань не состоится а материя это когда вот нитки они друг с другом переплетены когда они одна за другую держится вот так святые в церкви держится друг за друга и за счет этого мы все существуем за счет того что у нас есть вот такой небе невидимый покров покровительство святых угодников предстоящих пред господом богом и среди этих святых угодников конечно тоже вот такое значимое место занимает святой дмитрий прилуцкий помолимся ему чтобы господь и нас ограждал от всевозможных искушений охранял благословлял нас и все-таки чтобы и нам стараться хотя бы немножко вот что-то почерпать из жизни святых угодников и являть вот ту же верность господу ну хотя бы в малой степени ту же верность тоже смирение терпение любовь к ближним и всецело сердечное стремление к богу который имел сам преподобный дмитрий прилуцкий его же молитвами господь да помилует и спасет всех нас с праздником братья и сестры внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео